Всем привет, друзья! Меня зовут Влад, и это следующий видос сразу после того. Оказывается, я немножко понял, как это работает. Я не увидел, что можно подождать 6 часов или 6 билетов применить. То есть, применить 6 билетов, чтобы не ждать это время. Но я не знаю. Недостаточно билетов, их можно купить или получить за различные активности. Активный теневой пропуск также дает вам один бесплатный вход в престижный режим события. То есть, вы понимаете, приколюху-то. Получается, что ты можешь за билеты все это покупать. То есть, которые можно купить и так, в принципе, в магазине Зарубины. За цепной нож мне дали 3 билета. Я записываю сразу после того ролика, чтобы вы, ребята, не писали, что Владос, да ты слепой долбан, ты не увидел там чего-то. Я увидел, когда уже заканчивал все это дело. Кстати, вообще все преобразились рисуночки ключиков. Как-то они темнее, светлее стали все. Вот. Поэтому давайте сейчас... У меня 3 билета есть. Давайте 3 мы, значит, покупаем сейчас за Рубины, да? А, тут можно 6 купить сразу. Нифига себе. Ну, давайте 600 Рубинов тогда мы потратим. Потому что я просто очень хочу, очень хочу. Так, 600 Рубинов это дорого. Это просто невероятно сейчас ударило по моему Рубиновому бюджету. Но я не парюсь, ребята, потому что мне настолько не жалко эти Рубины. Потому что, ну, блин, ну, были и были. Как бы, всегда что-то да будет, в любом случае. Даже если будет 0 Рубинов, ну а что сделаешь? Ну, так надо, значит. Так суждено. Так, значит, смотрите, умелый боец. Давайте посмотрим. Я надеюсь, что босс будет другой. Пожалуйста, пусть это будет не Тень, а другой босс. Потому что я реально хочу, чтобы это был другой босс. Чтобы мы не ждали завтрашние байки. Чтобы мы испытали нового босса на себя. Это же не Тень? Лукавство, ребята, это Линг. Отлично. Очень круто. Вау, нифига у него радиус поражения. Так, ребят, ну все. Значит, мы с вами сейчас позаписываем роликов с боссами. Ух ты, критический удар заряжается. Слушайте, он крутой. Так, Линг, это круто. Хорош. У Линга, кстати, очень серьезный радиус поражения. Я забыл. Я забыл. Давай вот так. Но это не Тень. Тут уже будет, конечно, попроще сражаться. Кстати, а у него рассечение, как в Shadow Fight Arena. А, это же Крит, Крит. Крит же у всех вестников тут есть. Я все его в Shadow Fight Arena вспоминаю. Он там очень жесткий. Да ну, вот это жестко было. Но, кстати, моя способность сета тоже работает. Она сейчас Линга очень красиво снесла. Ребята, ради таких видосов я готов потратить 600 рубинов на одну серию. Это очень круто. Блин, я копил их долго, но, блин, оно того стоит, я считаю. Давайте посмотрим на боссов. Покайфуем, как говорится. Это же конкретно поработали над событием. Посражаться с боссами, с любимыми. Но, я думал, Тень, конечно, все же будет каким-нибудь последним. Как-нибудь он попадется мне. Но нет, он попался сейчас. Так, давайте. Ах, не достал немного. Так, ну слушай, он прям нормально по мне Лингус достается. Так, поехали. Хорош. Так, ну я думаю, эти серии будут покороче, но... Я, конечно, попытаюсь сделать их интересненькими. Лови. Так. Но там уже сейчас способность сета должна, по сути, сработать. Ух. Как он красиво все же появляется. Вот этот вот мой теневой... Как он называется-то? Теневая проекция. Теневой бот, теневая проекция. Очень круто. Да, ну, я, конечно, реально не ожидал. То есть, по сути, мне на 10 таких боев примерно хватит. Это, это тысяча очков... Это, это, это сколько? 6 тысяч... 6 тысяч рубинов потрачу, получается? На тысячу очков. Офигеть. То есть, если тратить рубинами, это тебе надо 3... 18 тысяч рубинов надо, да? На это вкинуть примерно. Ну, это круто. Зато посражаешься с боссами. Это здорово прям. Так. Блин, ладно, давай немножко вот так поделаем. А то мы постоянно какими-то одними атаками его лупцуем. Лучше этого, мне кажется... Оу, кусарега мы залагала. Видели сейчас? Так, хорошо. Блин, немножко я тут не рассчитал. Но линк это не тень, ребята. Линк это не тень. 3-0 мы, собственно, его делаем. Честность против лукавства. Круто. Интересно, диалог сейчас другой будет или такой же будет? Но 600... 600... 600 рубинов ради такого боя это очень жестко. Но нам еще и жетоны даются. Это приятно. Давайте смотреть карту. 10 жетончиков. Ну, могли бы еще полтинничек накидывать по жетончикам. Да жетончики-то очень клевенькие. Клевенькие, клевенькие, да? Декабрьский марафон, кстати, параллельно у меня еще выполняется. Это тоже очень приятная тема. Давайте наденем... Что с вами? Наденем с вами что-нибудь еще другое. Наденем другой сет в таком случае, раз мы сегодня сражаемся с боссами. Давайте наденем вот этот отравляющий. Посмотрим вообще, как он справится с чем-нибудь. И чтобы нам с вами не... Блин, конечно, выгоднее ждать, конечно, каждый день, да? Эти вот эти вот рубины, чтобы не тратить именно билет. Но сегодня мы с вами, я так понял, гуляем от души. Поэтому подтверждаем нашу покупку. Еще параллельно будут эти... Скажите, пожалуйста, мне... Билеты будут попадаться еще нам с вами на линии самого марафона. Что это тоже очень важно. Причем по три даются, да? Вроде бы как здесь. Да, то есть за четвертого босса мне дадут три билета. Я очень хочу получить эти снежки. Уникальная тема, на самом деле. Сейчас, наверное, многие скажут, Владос, да выгоднее было реальные деньги закинуть. Нифига, ребята, нифига. На самом деле, если есть возможность за игровую валюту, которая у тебя уже имеется, это поделать, да? Поиграть, попридрачивать. Но, как бы, получить, даже если ты на это 7 тысяч рубинов спустишь и больше, это все равно. Для меня это все равно. По той причине, что новая карта, уникальная карта, которую ты по-другому не получишь, но можешь получить игровым путем, это офигенно. Ну что, ребят, покупаем нового босса. За 6 рубинов. Как будто заказали себе бутану, да, как говорится, за 6 рубинов. Ой, за 6 билетов. Лишь бы это снова не был повторный босс, потому что это будет очень неприятно, потратить столько денег без рассудства, ребята. Вот, собственно, у нас и сержант появился. Отлично. Давайте сражаться с сержантиком. Так. Здравствуй. Мы будем ему, кстати, отравлять теневую энергию, потому что во втором раунде он у нас применяет свою вот эту вот херню, которую он любит применять. Он у нас тот еще парень, он любит обманывать, судя по первым главам. Так, ну это тот самый сержант, поэтому как бы классика, классика, как говорится, классический костюмчик, классическое поведение. Так, ну, собственно, урон, урон никакой. Если сравнивать с тенью, то урон здесь никакой. А то, что мне выдали тень в самом начале, в длинный эпизод, это было здорово, конечно. Так, ну вот, собственно, уже он у нас в тени. Давайте здесь вот-вот, сейчас вот выйди, пожалуйста, он сейчас те же накинет. Отлично. Так, вот здесь он, кстати, неплохо накидывает. Давайте здесь мы ему... А, у него же отравление не будет действовать. Смотри, он же постоянно в тени находится. Офигеть. А, ну смотри, здесь уже он проблемочки мне начинает доставлять. Проблемочки доставать. Ты видел, да? Вот оно, пошло. Его вот эти моменты охеревшие пошли. Так, окей. Хорошо. Давай еще одну змейку. Отлично. Ну, здесь он немножко напрягает, когда безрассудство. Он, кстати, безрассудство, а я самообладание. Вот так вот. Он немножко напрягает здесь меня, потому что он начинает именно свои подземные вот эти вот... Ой, подземные. Неуязвимость вот эту свою показывает вот эту вот эту, да? Это танк он у нас тут такой бешеный. Так, хорошо, неплохо. Пригинайся. Ну, это очень приятный ивент. Мне прям нравится. Я знаю, что многие игроки его обоссут, как только можно, но если есть валюта, как бы, почему бы и нет? Почему бы и нет? Особенно, если у тебя есть валюта, но нету времени, чтобы лишний раз тут просто фигарить сидеть. Почему бы нет? Тихо, 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 тихо. Ты так сильно мне не наноси. Отлично. Блин, ну ради Нового Года я готов был раскошелиться, на самом деле. Я специально вот эти 7000 рубинов для него держал. Я хотел его чисто в плохого Акаду выпустить, но оказывается, нам тут с вами завезли очень интересные моменты. Очень интересные моменты с интересными ивентами. Вот, собственно, безрассудство у нас тоже отъезжает. Это хорошо. А еще мне очень нравятся снежки. Блин, такая клевая игра. Можно, кстати, сейчас зайти и игрануть разочек. Как вы на это смотрите? Так, вот мне, кстати, билетик дали на... А, билет удачи. Но пока что еще удача сама не началась, но билетик ее дали уже. Итак, 10 жетонов нам снова дают сверху. Так, и давайте сходим, пожалуй, с вами поиграем в снежки, кстати. Почему бы, собственно, и нет. Снежки это интересно. Потом у нас тут Акада появится в следующий раз. Тоже будет интересно. Та же самая девушка будет. А, нет, смотри, превратник снов-то другим стал, смотри. Другим дяденькой стал. Другим дяденькой. Так, а я, смотри, а я в том же костюме постоянно выхожу к нему, да? Так, ну здравствуй тогда. Если я в том же костюме выхожу, тогда здравствуй. Окей. Так, уворачивайся оттуда. Так, ну-ка, на еще. Блин, смотри, смотри, как они... Как они красиво играют. Как они красиво меня побеждают. Так, ну-ка, на. Отлично. Товарищ, нет, не получится у тебя. Блин, а снежки очень веселые. Реально годная тема. Так, хорошо. Уворачивайся и сразу кидай. Так. Ну, неплохо, кстати, мы друг другу накидываем. Ну-ка, на-ка еще. Хорош. Ой, дяденька, у тебя будут проблемы сегодня. Я чувствую, у тебя будут очень серьезные проблемы. Ху-ху, Светлан, ты что делаешь? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, кстати, насчет Светлан, кстати. Кто-то мне задал вопрос, что такое Светлан. Ребят, я как-то ходил в магазин и продавщица к мужчине обратилась Светлан. Я в шоке был. Оказывается, есть мужское имя такое. Прикиньте, я в афиге был. Круто. Так, если бы меня звали Светлан, я бы, наверное, просто... Я бы гордился, наверное, знаешь, не то чтобы именем, а вот гордился бы тем, что это так необычно, это один на сколько? На миллиард, да, примерно, Светлан есть. Так, окей. Тихо-тихо-тихо-тихо. У людей-то фантазия какая? Дмитрий, Андрей. Да, как бы. Тоже красивые имена. Ну, почему вот собак люди могут назвать Егор, допустим? Я просто не понимаю. Не, ну, как бы прикольно, но вот этот чувак, именно привратник снов, это чистейший Светлан. Так, тихо. Ну, уворачиваться ты можешь немного? Я пока тут рассуждал, немного снежками полбута наполучил. Так. Держи. Отлично. Нет-нет, пригинайся. Фу, хорошо. И давай, последний закидывай ему. Слушайте, ну, вот этот снежковой снежковой бой получился очень классным у меня. Мне прям понравилось. Давайте, ребята, я еще один бой снежками проведу. Мне очень понравилась эта тема. Я прям хочу записывать и записывать этот снег вам. Ну, я имею в виду в снежки играть. Я не про кокс. Ты сейчас подумаешь. Слушайте, да, сейчас, наверное, думаете. Владос, да ты же сам нам эти идеи накидываешь. Ладно, каюсь и все. Только не бейте меня вот этими тряпками, как тогда. Так, ладно. 10 на 10 дают. Неплохо. Так. Ну, что ж, ребят. Давайте что сделаем? Отправимся с вами на следующего босса в следующей серии, пожалуй, да? Но сейчас я бы хотел еще, наверное, один разок в снежки сыграть, потому что мне реально это очень нравится. Давайте, собственно, с вами и сыграем. Так. В бой. Поехали. Игра в снежки. Смены экипировки. Блин, я на самом деле не ожидал, что вот именно так все будет. Прям круто. Превратница снов. Так, снова девочка у нас. Так, ну поехали. Отлично. Так. Блин. Как бы я... Я стараюсь как бы... А! Я не собрал снег. Все, я понял. Я стараюсь уворачиваться, но еще больше я хочу покидаться. Она... Она же по-разному кидается, видишь? Тут надо... Тут надо перекидать. Тут надо... Это соревновательный момент. Это очень круто. Так, окей. Воу. Я тоже ей попал. Так. Здравствуй. Блин, это реально круто. Знаешь, я бы хотел покидаться с снежками на ПВП. Это было бы реально здорово. Вот в арене, в шердофайте арене, вместо того, чтобы вот стоять у стенок, допустим, да, скрысить, еще что-то, покидаться с снежками просто. Просто. В прекрасной новогодней обстановке поиграть. Снежки. Кинь еще один, пожалуйста. Хорош, я успел. Красавчик просто. Мужчина. Мужчина твоей мечты. Я про своего персонажа, если что. То сейчас подумайте, что я про себя говорю. Нет. Я слишком страшен, чтобы быть мужчиной чьей-то мечты. Так, окей. Поехали. Ты что делаешь? Кидай. Кидай. Еще кидай. Собирай и кидай. А теперь как джет уворачивайся. Отлично. Ну да, это прием джет. Это механика джет. Она так же бегает. Ну это круто, что мне позволили так же побегать за джет. Так, окей. Тихо, тихо, тихо. Точнее, с ее механикой поиграться. Так, окей. Держи. Лови. Нижненький. Так, ну давай тогда такой. Уши, как так? Блин, жалко нельзя вот именно с этой, с дорожки скинуть. Было бы тоже забавно. Так, окей, собираем. Отлично. И последний. Блин, не успеваю. Давай нижний. Все, она этого точно не ожидала. Ну, слушайте, кажись, я научился играть в снежки. Это очень весело. Это реально очень весело. Это прям засесть, реально вот, в свободное окно, на работе, если свободное окно у тебя есть, вот засесть и просто получать удовольствие. Фармить эти жетоны. Ну что, ребят, вот такая вот получилась серия. В следующий раз мы, я надеюсь, еще посмотрим на двух боссов. Я даже готов потратить урбины, посмотреть на двух новых боссов и что еще, на что я еще готов посмотреть с вами. Поиграть в снежки, как всегда. Все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok